Воскресный днём Честного Житворящего Креста Господня И сегодня Церковь предпразднует Этот праздник Подготавливается к этому празднику И также вспоминает Событие, которое произошло Исторически в Церкви Это обновление храмов в Иерусалиме И храма Именно Христа Произошло таким образом Что когда, как и предсказал Господь, и как это сказано В Евангелии Народ, который был избран Богом Не устоял верности Богу Пал иудейский народ И за это Господь разрушил Город Иерусалим Храм, Ветхозаветный храм Был разрушен римлянами И долгое время Город находился в запустении Но также Там же находились и наши уже Христианские святыни Это было и место распятия Голговская гора, где распяли Господа Иисуса Христа Это был и гроб Господень Они были охраняемы Но В начале второго века При императоре Адриане Эти места были осквернены На их месте были поставлены Храмы идолам Храмы бесам Именно римские храмы языческие И в течение долгих лет Двести с лишним лет На этом месте было мерзие запустения На главных святынях наших христианских Стояли римские идолы И только в конце 4 века При первом христианском императоре Константине Его мать Царица Елена Приложила огромное количество усилий Для того, чтобы найти Животворящий крест Господень Он был найден Под храмом Венеры Был выкопано Три креста Как мы знаем И был определен Какой именно крест На котором был распят спаситель Мы знаем этот способ Как это было сделано Поскольку проходила мимо рядом Похоронная процессия Взяли мертвеца И по очереди прикладывали на каждый крест И на том кресте На котором он и жил Воскрес Это и был крест Господень Его тогда И воздвигли И показали всем христианам И в то же самое время Были обновлены То есть заново отстроены Или отремонтированы Храмы христианские Именно храм Воскресения Христова На Голговской горе И сегодняшнее воскресное чтение Евангельское Очень тесно тоже связано С этим праздником Потому что Сама эта притча Которую рассказал Господь Если ее понимать буквально То как говорят отцы в церкви Если понять все буквально Никогда ничего не поймешь Если понимать буквально Эту притчу Она полностью абсурда Она не имеет никакого смысла Для обычного человека Потому что все там не так Как должно быть То есть Хозяин Который приглашает на пир И люди которые отказываются от пира Ведь они же имеют право По человеческому сознанию отказаться Что им мешает Отказаться от пира Пусть он и торжественный Пусть он и брачный пир Но у них есть свои дела И Также очень часто Вот именно Из-за этой притчи Очень часто Говорят о том Потому что христианский бог жесток Потому что вместо того Чтобы понять и простить этих людей Он уничтожает их И их города сжигает И собирает других людей Которые находятся уже на перепутьях И хапугах Как сказано В Евангелии То есть на перекрестках И это уже Исторически это мы Это христиане Потому что Тот народ Который был сожжен Гневом Господним Это народ иудейский Народ Ветхого Завета И те иудеи Которые стали христианами Они вошли в новый народ Христианский Новый В Новый Завет с Богом Сейчас находимся и мы здесь Поэтому Эта притча Можно приложить И на уровне духовном К каждому из нас Потому что Когда мы находимся Вне церкви Господь призывает нас Тем не менее Он призывает всех людей Потому что Он пришел Для каждого человека Чтобы он спасся И Он призывает всех нас На брачный вечер На брачный пир Мы очень долго Отказываемся И вот то что Отказывается нас Это наши грехи И Господь Совершает то Что Он должен совершить Он сжигает наши грехи Он уничтожает их Тогда когда мы приходим В церковь Через таинство крещения Через участие В нас в таинствах Исповеди Евхаристии Наши грехи Попаляются Богом И мы находимся Все на брачной вечере Мы все должны быть Одеты в брачные одежды Что такое Эти брачные одежды Почему кто-то в них Кто-то без них Видимо это одежда Наши души Не видимо А так об этом Говорят отцы Это одежда нашей души Которая Эта одежда Должна связывать с Богом Мы должны быть Именно с Богом Не самим собой Не с кем-то еще Не каким-то нашим Представлением о Боге А именно с Ним Непосредственно Это и есть Наша брачная одежда И тот человек Который по этой причине Находится на перу И в нем Нет этой одежды Мы можем Глядя на нашу жизнь Так как мы Каждый из нас живет Мы понимаем Что очень часто Мы эту одежду теряем Мы получаем эту одежду Через таинство Через то что мы стремимся К Богу Но иногда мы ее забываем Мы снимаем ее Вешаем на вешалку И живем Своей низменной жизнью Копошимся Как черви В той грязи Которая вот Которая есть в мире И я всем желаю Нам не забывать О том что эта одежда У нас есть Что мы обязаны Как христиане Всегда носить на себе А не держать ее в шкафу Я всех нас призываю Быть в церкви Быть верным Христу Похидеть Кресту